Ну, Жень, начнем с того... Добрый день! Расскажи, как ты узнал о самом проекте, о том, что будет поставлен такой мюзикл, и вот впервые ты познакомился с литературной основой или, может быть, уже с самим мюзиклом? С мюзиклом меня познакомила моя очень хорошая подруга, и сначала мне не очень понравилось. То есть я очень много всего слушаю, как бы сам музыканту, много чего уже, спектакли отыграл. Но потом переслушал еще несколько раз, существует поверхностное искусство, а существует более глубокое искусство. Вот поверхностное, оно нравится сразу и быстро перегорает, и уходит как-то в прошлое, и уже никто этим не интересуется. А то, что более глубокое, вот мне кажется, оно остается на долгое время и живет как бы в сердцах людей. С чем сравнить, с чем сравнить? Ну вот мне, например, не сразу понравились, понравилась Бонжови группа, группа Бонжови. Или вот всемирно известная просто звезда мирового масштаба группа Куин. Тоже мне не сразу понравились. А это очень такие серьезные, глубокие группы. Как тебе сам вот этот персонаж? Ты себя, может быть, видел в каких-то других образах, которые вот в этой истории существуют? Вот что касается персонажа, что касается персонажа, я уже года три пою песню, которая называется «Черный маг». Так вот, персонаж, главный персонаж этого мюзикла, он является тем самым черным магом, его зовут Рейслин, который вот озвучен в песне группы «Эпидемия», в которой я сейчас участвую. Я, мне кажется, конечно, я по жизни никакой не черный маг, я себя никогда не представлял каким-то волшебником, магистром, не знаю, что это такое. Вот, но мне этот персонаж нравится. Мне кажется, что я смогу его сыграть и, да не обидится на меня, так сказать, исполнитель этой роли на аудиоверсии, мне кажется, что я все-таки смогу привнести в этот мюзикл что-то свое, что-то, может быть, даже лучшее, небольшой для меня личный внутренний вызов, который я хочу вот тоже принять и победить. У тебя опыт уже участия в музыкальных постановках довольно большой и, мало того, ты являешься солистом группы. Вот расскажи о том, в каких проектах ты уже принимал участие, что может быть у тебя сейчас там где-то происходит в твоей карьере? Ну да, как вы сказали, я артист театра, музыки и драмы Стаса Намина, и там я уже отыграл много ведущих ролей, так сказать. Это в спектакле «Иисус Христос» я играл Иуду, «Три мышки теры» — это у меня Д'Артаньян. То есть, не знаю, у меня, мне кажется, где-то внутри сидит это, то есть я не актер по образованию, я математик. Но нашел себя все равно на сцене. Вот этот проект, ты как охарактеризовал в нем? Какова доля вот этого вот субкультурного, вот этого фэнтези? И мне нравится, что это именно другая тема. Не какая-то серьезная там про войну, про смерть, про что-то о чем-то вот. Ну, конечно, там присутствуют такие мотивы, основные — любовь, смерть, предательство, все вот это вот там есть. Но это в любой истории, в любой сказке всегда это присутствует. От этого никуда не денешься, и это мне очень интересно. Вот этот проект, он мне для души будет. Для души, потому что мне действительно понравилось. Нас понравились песни, я проникся идеей и готов вкладываться. Волшебник, служивший луне, Прекрасную деву увидел во сне. Она обещала любить его вечно, Она умоляла, прийди же ко мне. Забыв, что за гранью скрывается враг, Идет на закланье влюбленный дурак. Но вместо восторга, Возвышенной страсти, Его поглотил торжествующий мрак. Думал он познать вечное блаженство, И открыл врата, это было глупо. Что же было дальше, мы знаем с детства, Черная луна поглотила утро. Поэты говорят, что мир спасется Любовью, Но нам с тобой иной пример Извесен пока. Мир залитый кровью, Сожженный войною Из-за любви дурака. Приходите к нам на Бродвее, Скоро увидимся.